Привет народ! Если вы знаете, на днях вышло обновление INAV 6.0. Я следил за этим моментом, потому как они наконец там обещали разрулить, что горизонт в полётнике не будет уезжать относительно физического горизонта квадрокоптера. Ну так же и крыльев. Я прошил вот свой тестовый квадрокоптер. Это у меня уже стал тестовым квадрокоптером на моторах E-MAX вторых. Здесь полётник достаточно хороший, 743 Тимотек регулятор. 50 или 60 амперный Тимотер, я уже не помню. Ну, мощный, достаточно мощный. Компас, всё как полагается. Под INAV, под E-RTU-BILOT, под Betaflame, под всё подходит в таком конфигурации. Сейчас попробуем и полетаем, действительно они исправили или нет. Ещё я прошил новую фишку в очках, чтобы можно было ОСД накладывать на запись с видео. Я далее покажу видео, как я это делал. Ничего там сложного нету. Ну, полетели пробовать INAV 6, что на себя представляет. INAV они действительно продевали хорошую работу. Там, кто обращается, следи за темой INAV на гитхабе. Там парень втёрся, он там что-то, как я понял, он с ARDU-PILOTа принципы взял. Там, по-моему, даже Кот он вырвал с ARDU-PILOTа. Я точно врать не буду, точно не скажу. Но работает, наверное, действительно нормально. Пока я доволен. И возврат работает чётко, и горизонт после бешеных дайвов, и полётов никуда не уезжает. Так что они там что-то допилили. Я IRWING тоже самое прошил пока на крыло. Но там надо немножко с видео. Я туда DJI-систему цифровую поставил в видео. Пока надо это допилить. И потом, скорее всего, на днях я попробую. А, возможно, даже завтра попробую. Как летает на крыле снова INAV. INAV, я напомню, полностью стоковый был. Ничего там не пилилось, ни пиды. И как я просто выбрал в пресетах, не в пресетах, а после прошивки выбрал седьмой коптер. И всё. Фильтры всё стоковые, пиды всё стоковые. Сейчас я покажу, как я прошиваю эту систему, и как обрабатывать видео, чтобы было у нас ОСД на экране. Так, подключаем наши очки, как всегда, через браузер Chrome, без карты. Карту не забываем вытащить. Заходим на сайт, где у нас... Я снизу оставлю ссылку. Заходим. Конфигуратор. И смотрим, если у нас стоит последняя версия ОСД. Если у вас предыдущие, вы ещё не обновили, обязательно обновить. Далее. Идём ОСД Оверлей. Нам нужно вот эти команды вбить в CLI. Ну, давайте открою другой конфигуратор, чтобы было удобнее. Заходим в CLI. Копируем вот эту команду. Вбиваем сюда. И нажимаем просто вот на клавиатуре. Теперь вот эту команду надо выполнить. Вот эта команда выполнения. И нажимаем ввод на клавиатуре. Всё. Команда выполнена. Далее. Далее идём, летаем. На карту очков будут записываться вот эти файлы. Помимо видео, ещё будет записываться вот этот файл. Это файл оригинальный OSD DJI, которые малоинформативны. И у нас появится вот этот файл OSD. Что нам надо делать теперь с этими файлами? А с этими файлами у нас надо делать вот так. Выберите файл OSD. Отсюда. Смотрим, если это то, что нам надо. Да, я на семерке летал. 0.02. Выбираем теперь OSD. Он в этой же папке будет находиться. 0.02. И выбираем наш шрифт. Нажимаем старт. Говорим, куда мы хотим сохранить. И вот он начинает сохранять. Ему нужно некоторое время. Но достаточно быстро сохраняет. Практически в оригинальном качестве. То есть практически с тем же битрейдом. Что и у нас в оригинале. Если у нас происходит вот такая ерунда. На iNavi. Это я заметил. То нужно читать внимательно мануал. Кстати. Вот видите, у меня надпись остаётся. То есть у меня не идёт обновление шрифтов. На экране. Они старые. То есть я уже начинаю летать в Акро. А у меня возврат домой также осталось. Надпись. И... И... Ретарт ухом. То же самое осталось. Так что... Если у нас происходит вот такое зависание на экранах. То... Нам надо включить сжатую передачу пакетов. То есть я повторяю. Ютубер это хорошо. Меня смотреть хорошо. Всех других хорошо. Ну... Мануалы вот. На гитхабе. Даже на русский. Когда переводим через хром. Достаточно всё понятно. У меня было такое. Я вчера задался тем. Что это такое. И вот смотрите. Что тут такое написано. И это работает. Так. Сжата передача. Начинаю с версии 0.7.0. Процесс воздушной стороны. То есть на AirVista. Была добавлена новая опция. Также через CLI вводится. Ну... То есть нам надо добавить. Так. То же самое. Что я сейчас сделал с очками. Вот эта команда мне помогла. То есть... То есть мы вводим копировать. Вводим. Вставить. Нажимаем Enter. Копировать. И вставляем сюда. Это у нас делается на воздушной части. Не на очках. Повторяюсь. На Аэроните. Вести там. Что у вас стоит. Мне помогло. Но они также говорят. Что если на ENAVI происходит такое. Из-за известных проблем с искусственным горизонтом. Ну... Они ее уже разрешили. Мы с этим разобрались. На ENAVI 6. Ну... Если у вас остается какой-то один символ. Там зависает в пакете. А у меня был один раз такое. Что одна буковочка осталась. Она в принципе не мешала совершенно. То просто на... Один из тумблеров назначаем пустой экран. OSD. То есть назначаем там третий, второй экран. И никакие показания OSD на него не вешиваем. И просто клацаем им и сбрасываем даже в полете весь экран. И нормально все проходит. Ну... Как-то так. На этом все. Все вроде бы понятно. То есть мы закрепили очки. Как наложить OSD. И как ускорить передачу пакетов. Я надеюсь в скором будущем они еще и сделают. Уберут лимит. Вообще было бы неплохо. Ну... На этом все парни. Всем удачи. Пока. Здоровья вам и вашим близким. Ну... Для самых терпеливых. Я конечно и протестил на следующий день Airwing. Установил на него также DJI систему цифровую. Взлетел он без всяких проблем. Без оптоланча. Просто в режиме стабилизации. Пханул и он полетел. Старался летать более агрессивно. Немного оптотюн сделал. Как можно видеть, что горизонт всегда стоит в горизонте. То есть у нас горизонт... У меня горизонт не съезжает, не выезжает. То есть можно сказать, что я доволен и крылом. Но я вряд ли пока буду летать, наверное, в кандидате. Все-таки я дождусь релиза, потому что глюки, как обычно, вылезают. Хоть я летал на квадрокоптере на 5 километров, нормально он и вернул коптер. И все прошло отлично. Но все равно, это летать... Одно дело, это летать рядом с домом, где ты его можешь поднять. А другое дело, летать в горах. Вот теперь действительно все. Удачи вам и вашим близким. Здоровья всем.